Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня весь день готовимся, всё делаем. Ну, хотя и 30-е, но я говорила, что мы всегда уже с утра у нас стол накрыт. Поэтому вот сейчас, в данный момент, мы с вами сделаем салат Герцог называется. Очень вкусный салатик. Всем рекомендую попробовать. Заранее говорю, может быть, завтра кто-то и сделает. Для этого нам понадобится 700 грамм отварной говядины. Я пропустила её через мясорубку, но можно также и мелко-мелко-мелко порезать. Вот здесь у меня 400 грамм шампиньонов, пожаренных с лучком. Одна средняя головочка лука и 400 грамм шампиньонов, пожаренных на растительном масле. 200 грамм зелёного горошка, 4 яйца сваренных крутую, 150 грамм сыра, того, который вам нравится. Это у меня, значит, оливочки, зеленушка для украшения. Начинаем праздник, что ли, отмечать, если заплетается. И плюс соль, перчик и чесночок. И майонез. Итак, мы салатик будем собирать в кондитерском кольце. Кондитерское кольцо у меня размером диаметром 20 сантиметров. И можно 21-22 сантиметра, но у меня 20 сантиметров. Можно это кольцо обвернуть пищевой плёнкой. У меня ацетатная плёнка, это очень удобно. Итак, приступим к сборке салата. Я просто грибы, вот это всё заранее сделала, чтобы уже много времени не уходило. На дно мы немножечко сделаем майонеза. И туда первым слоем у нас идёт говядина. Говядинки много, классно будет салат, это будет шикардос называется. Да? Ага. Вот эту вот говядинку, я её даже не буду, кстати, подсаливать. Потому что она варилась в довольно-таки солёном бульончике. И самодостаточная. Самодостаточная, да. Так, разровняли её хорошенечко. Ровненький слой ей дали. И сделали небольшую сеточку майонеза. Так, достаточно. Теперь жареные грибы. Шампиньончики. А утром я сегодня сделала заливное. Вчера я вам показывала заливное. Я делала, но у меня половина осталась. В смысле заготовочек. Поэтому я и говорила, что вчера были гости. То заливное у нас улетело за минуточку буквально. Вот. Очень вкусное заливное было из языка. Вот. И там я украшала этим кукурузкой. А здесь горошком и оливками. Покажу. В конце видео покажу. Хотела всё сегодня успеть приготовить. Но не успела, конечно. Другие какие-то дела. Доча вдруг вспомнила, что ах, как же ж так же ж. Мы ж забыли бенгальские огни купить. Ну и вперёд из песни. Ездили туда, туда. Время идёт. А, зато сегодня мы два торта собрали, да? Да. Один торт подарили, один торт для себя. Вот. Поэтому, нет, мы сегодня много сделали. Вот я с утра сделала заливное. Вот мы сделали два торта. Вот. Так. Вот это вот, значит, сделали. Разровняли. И тоже уже здесь грибочки солёные. Всё. Чуть-чуть. Сеточка небольшая должна быть. Следом у нас идёт зелёный горошек. Но завтра всё равно. И на завтра ещё работа есть. Завтра мы ещё будем. Я рыбку себе запекать буду. Да-да-да. Вот. И рулет мне ещё нужно. А, ещё со слоёным тестом я хочу. Вот этот всё-таки салат. Ну, в общем, каприз сделать. Я, может быть, даже его вам покажу. Обалденный. Вот. Очень вкусный. Зелёный горошек. Теперь сверху на зелёный горошек на крупной тёрке мы трём отварные яйца. Вот я никогда их отдельно не тру. Прямо туда и вперёд. Зато они пышненько лежат, да? Угу. Так, яйца мы потёрли. Разровняем их. Уплотнили. Правильно говорить, да, Люля? Ага. Надо правильно говорить. Ага. Так, и вот теперь мы яйца, значит, чуть-чуть посолим. Чуточку буквально. Поперчим чуть-чуть. И чесночком тоже чуть-чуть. Для вкусности. И теперь на мелкой тёрке сверху мы трём сыр. Ну вот, потёрли мы сыр. Разровняли его. И, в принципе, наш салат, шикарный салат. Герцог готов. Нам его теперь только сейчас украсить. И всё. Он очень быстрый салатик. Ну, как понять быстрый? Опять можно написать салат за 5 минут. Аж 33 раза за 5. Должна свариться говядина. Нужно пожарить грибы. Это всё, конечно, время занимает. Собирать его, да, действительно, собирать его 5 минут. И не более того. Он вкусный очень. Но, конечно, не 5-минутка. Я тоже так часто читаю в интернете. Салат за 5 минут. Отварить яйца и картошку. Отварить яйца и картошку, да? Ага. Ну, отварить за 5 минут и сделай вот это всё. Так, сейчас я вам покажу, что там получилось у нас. Делаешь красиво всё. Ну, старт, старт, всё. И пошёл есть. Да? Так. Вот теперь нам нужно снять кольцо. Вот такой вот салатик у нас получился. Пусть он ещё у нас немножечко постоит. Вот так я его украшу. И пусть он уже постоит вот так до утра. В принципе, можно его и сейчас уже снять, этот плёночку, и всё будет нормально. Так, а теперь мы его вот у меня оливочки для украшения зелёненькие. Потому что чёрненькие мы купили, две красотки. Я сегодня чуть зубы не выломала. Так хотела, тоже делала. А, заливное я делала и думаю, оливочки туда чёрненькие. Ну, и одну же, это же у нас болезнь оливки. Мы их страшно любим. И как грызануло одно, оно оказалось с косточками. Мы вообще всегда берём без косточек. Прочитала на банке, написано с косточкой. Ну, мы вот так смотрели. Ну, хорошо, что вот ещё баночка зелёных была, оливок. И вот таким вот образом мы их сейчас, мы его салатик украсим. Ну, вот, мне кажется, вот так вот будет и достаточно. Друзья, посмотрите, насколько, вот насколько хороший, красивый салат получился. Он очень-очень вкусный. А что здесь может быть невкусного? Мясо, грибы, горошек, яйца, сыр. Идеальный салатик. Сытный, сытный, вкусный, вкусный. Простой, простой, обалденный салат. Салат Герцог, пожалуйста. Новогодний салат Герцог готов. Прошу вас попробовать. Посмотрите, как это вкусно. А сейчас я вам покажу своё заливное, которое я готовила утром. Вот такое вот заливное я сделала утром. Это заливное из языка. Да, вчера я делала с этим, с кукурузкой, сегодня с зелёным горошком. И вот он наш, наши оливочки с косточкой, которые обрезать пришлось с косточек, поэтому возилось сколько. А это перепелиные яйца. И вот такое вот заливное получилось. Во всяком случае, мы вчера попробовали. Это было очень-очень-очень вкусно. Да, Оля? Поэтому мы сегодня повторили. И вот у нас на завтра заливное салат Герцог. Сейчас я ещё сделаю салат Каприз. Я вам, возможно, завтра я буду делать, я вам покажу. И ещё будет жульен с курицей и грибами. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok